Всем привет, друзья, это Мификал Подкаст, с вами, как всегда, неподражаемый, обворожительный и самый классный в мире человек Данил Пересторонен, и рядом с ним сидит Рустам Хакимов. Также за кадром у нас Леша Стрельцов, меня зовут Айдар Нагуманов, и сегодня хочется спросить, как у вас дела. Крутая детскую передачу начал. И сегодня мы обсудим Лунтика. Гилен Кобяков, Гилен Кобяков. Как там дальше? Как у тебя дела? Гы? Нормально у меня дела. Домой хочешь? Хочу. Хотя бы делай вид, что не хочешь, ладно, в камеру. Да нет, 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 нет. У меня дела супер, у меня дела класс, как у тебя? Работа идет, зарплату платят. У меня прекрасно, звездой хочу стать. Ну, это, как говорится, хотеть не вредно. Мне поступает множество писем от наших телезрителей, которые интересуются, почему у Давидаша уже есть аккаунт, и в нем до сих пор ничего нет. Этот вопрос очень интересен. Кстати, когда это выйдет в выпуск, может, уже будет. Может, уже будет, да? А может и нет. Вот сейчас проверим, сами сижу. Если что, вырежем. Кстати, мы что-то как-то не говорили, но, друзья, можете за нас порадоваться. Кто переживал за то, что у нас нет денег. А у нас есть бабки. Нам YouTube, благодаря вам, благодаря тому, что вы нас смотрите, вы на нас подписаны, нам YouTube одобрил монетизацию. На текущий момент мы заработали... Угадайте, сколько? Барабан и дроид? Угадайте. А давай мы не будем говорить, пускай они предположат в комментариях. Мне кажется. И человек, который угадает сумму, мы полностью ее переведем. Вот это да, кстати. Я бы хотел выиграть эту сумму. Ну, давайте хотя бы обозначим. Давайте. Границы? Да. До? Давай. Верхнюю? До 100 рублей. Так что кто угадает, друзья, точную сумму? Мы, без тени сомнения, готовы перевести весь этот наш заработок. Ну, из своих скинешь. Я сам лично переведу из своего собственного кошелька. Я умножу эту цифру в 100 раз. Он просто умножит. А ты посчитал предварительно? Он умножит, но не будет предварительно. Он умеет умножать. Да, если надо, я скажу ответ. Все, ладно, ребят, с вас, как всегда. Лайк, подписка, комментарий, а мы начинаем. Да нет, спасибо хотим еще рассказать. И спасибо хотим, да. Спасибо, блин, классно, что вы нас смотрите. Не представляете, как это приятно, что Ютуб сам написал на почту. Я захожу на почте сообщение. Ютуб пишет. Привет, спишь. Привет, что делаешь? Я пишу. Я тебя манитизацию включил. Да, все. Теперь реклама появилась у нас. Вот эта маленькая реклама. Извините за нее. Извините за нее. У кого нет Ютуб премиум, ну сорян. А уже есть реклама, серьезно? Да. А, у меня просто премиум тоже. Извините. Мы не говорили, да, что Рустам из королевской семьи? Королевских кровей. Да. И вы просто отлучили. Голубых футболок человек. Но этого мне не отнялись. Все, давайте уже выпускаем. Все, к выпуску. Сегодня у нас человек из категории Николай Савин. Вот так вот. Помните наш выпуск про Николай Савин? Ой, мой любимый. Да. Его Данила готовил. Да. И почему? Потому что, ну, скорее всего, я, по крайней мере, о нем услышал впервые, когда наткнулся на него. Но история его просто удивительная, потрясающая. И поэтому я считаю, что вам тоже, друзья, будет полезно узнать много чего интересного о нем. А зовут его. Стоп. Это как раз тот выпуск, когда личность неизвестная. Да. Но очень интересная. Но прикольная. Да. Это получается, что нам нужна помощь в продвижении. Потому что люди, которые знают, условно, кто такой Ван Гог, они такие, о, мы знаем. И мы нажмем и посмотрим. А те, кто не знают, о ком речь? Кто такой Петер Фрейхен? Естественно. Они не узнают. А выпуск интересный. Это получается, что у вас есть возможность помочь нам продвинуть контент. Если вам понравится, отправьте друзьям. И что, и все. И посмотрите подольше. И посмотрите подольше, кстати. Чуть подольше выпуск. Ну, да, неизвестно лишь. Разошлите во все свои конференции. В WhatsApp. Да. В чаты все скидывайте. В общедомовые чаты, в первую очередь. И в чаты детских садов. Ну, где родители, в смысле. Я понял, да. Интересные чаты, да. Погнали. Итак, Лоренц Петер Эльфред Фрейхен. Это датский путешественник. Антрополог, журналист, актер и писатель. В первую очередь он путешественник. Снимался в каких фильмах? В каких-то низкобюджетных? Скажу, скажу. Мы дойдем до этого. Все, поехали. Родился Петер Фрейхен в маленьком портовом городе Нюкёбинг в 1886 году. И детство свое провел с моряками. У него уже лет, по-моему, 8 была своя собственная лодка. Или с морячками? Нет, с моряками. С нормальными моряками, Дэнь. Все, успокойся. Есть анекдот, как-нибудь расскажу. Как-нибудь на лайве. В общем, да, у него была лодка уже 8 лет. И он часто сбегал с уроков ради того, чтобы по проливу поплать на этой лодке. Я, кстати, школу никогда не прогуливал. Один раз в жизни. Да? В 11 классе, когда Мстители вышли, я прям принципиально купил билет и поехал в страну. Я, к сожалению, не мог прогуливать. Ни разу школу не прогуливать? Ни разу. За один счет один раз. О чем мы говорим тогда? Один раз. Но в универ... Ты в жизни с работы не уйдешь? Я в универе был, наверное, 20% от всего времени. Ты компенсировал, да, эти школьные прогулы? Да, жестко. Ладно. Петер, значит, мечтал о путешествиях и дальних странах. Однако его практичный и состоятельный отец определил его сразу после окончания школы в медицинский университет Копенгагена. Фрейхен оказался довольно способным студентом. За пару лет учебы он показался максимально с хорошей стороны, как джентльмен, пока однажды в 1907 году вдруг не сбежал в Гренландию с экспедицией. Просто свалил. У него там был забавный момент, как-то решение к нему пришло свалить из универа, броситься и уехать в Гренландию. Так как это медицинский университет, там частенько делали операции какими-то там поступающим людям с интересными патологиями, например. И к ним как-то раз поступил доковский, получается, работник. Он работает в доках. В доках, да. Короче, он упал с высоты, с большой, переломал себе нафиг все кости. И все говорили, что этот чувак час протянет максимум. И, в общем, местные профессора, хирурги провели образцово-показательную вообще операцию. И этот мужик не просто выжил, он пошел на поправку, а после, под аплодисменты всего университета... Умер. ...на своих двоих, выписался и отошел буквально 10 метров, и его сбило машину на смерть. Миколад, если... Да. И в этот момент про Петер Фрейхен такой, да ну в жопу все это, короче. Это все бессмысленно, я пошел... Типа, лечить смысла нет людей. Он вот разочаровался во всем этом. Типа, тут стараешься, столько времени тратишь, а... Одна случайность не лепнется, и все. Блин, ну как это глупо выглядит. Причем, прикиньте, вы действительно вышли профессора, все уважаемые люди. То есть там все провожали его, там прямо аплодировали, что чувак выкарабкался, пошел на поправку, вылечился, выписался. И вот он тик-тык. А это причем первый автомобиль в Копенгагене, который появился, и он его сбил насмерть сразу. Охренеть. Это было очень жестко. Это победитель по жизни, я считаю. Вот. И Петер, значит, отправляется в экспедицию в Гренландию. Арктика встретила юного покорителя самой пикантной экзотикой. В крупнейшем городе Южной Гренландии, Суккертопене... Здоров. Я сегодня еще по раз чихнул. Он отправился, значит, по делам экспедиции, его отправили по каким-то делам. Ехал на лодке, на грибной с веслами, и на веслах сидели местные женщины. Типа, грибли. И типа, там была эта норма, потому что грести вот эту огромную лодку, перевозить на веслах считалось слишком легким занятием для мужчин. И поэтому... Ты говорил, никакого феминизма не будет в выпуске. Сексизм это хотел сказать, наверное. Переезжаем. Вот. При этом периодически к одной из женщин подплывал ее взрослый сын на другой лодке, и она кормила его грудью. Вообще не смущаясь. Прям при всех. Насколько взрослый? Петеру на тот момент 20 лет. И Петер пишет, что он его примерный ровесник. Ну, по внешнему виду, по крайней мере. По студенту. Перекусить чисто. Да, перекусить. Перекусить на мальцем давно. После пары заехал. Ну, как оказалось потом, типа, это нормально, что... Не надо оправдывать такие вещи. Нет, там такая традиция, поверье, что ли, что вот пока женщина кормит грудью, она молода. Как только перестает, то, значит, типа, старая осталась. Это физиологически вообще возможно? Да, 20 лет у нее молоко идет. Видимо, возможно, не знаю. Может, у нее, типа, я могу представить, что у нее какой-то грудной ребенок еще есть. Да. Возможно, возможно, так, да. Типа, постоянно рожали, да, для этого? Чтобы было молоко. Ладно, хотел сейчас такую гадость сказать, не буду. Давай, не надо. Пошли поедем. Но это все была Южная Гренландия, а их экспедиция ставила себе цель Северные неизведанные земли. Там, как раз-таки, Петр вот в этих землях провел свою первую и единственную зиму в полном одиночестве за полярным кругом. Его назначили смотрителем метеорологической станции у подножия ледника. Чтобы вы понимали, ни сам Петр, ни его начальники понятия не имели, что такое, типа, перезимовать в одиночку. Даже в собственной хижине, даже, типа, с запасом провианта. Это, типа, был вообще ад. Петр потом писал в своих книгах, что главной проблемой были волки. Потому что они в самом начале... Кто бы мог подумать, да? Они в самом начале съели всех его собак. Это, на секундочку, единственный транспорт его был. И, в принципе, те, с кем можно пообщаться, да? Да. А это какие годы, чтобы вы понимали? Это начало 20 века. 1910, наверное. Ну да, а лютые волки еще были. Да. Сейчас, кстати, они в цирке выступать начали попроще, наверное. Даже, да. Все пошло так. Вот. Они, значит, съели всех его собак. И, более того, они отрезали его от корабля, который должен был доставлять ему провиант. Он был, типа, в двух днях ходьбы. В двух, да. И все обозы, которые ему с провиантом, там, с топливом для отопления, которые к ним ушли, они на всех на них нападали. И в итоге получалось так, что он сидел в этой бедной хижине. И постепенно замерзая, и, ну, кончался у него запас еды. А волки сытые были, да? А волки сытые. А волки, получается, не целые. Да, волки не целые. Вот. И к тому же, эти самые волки, они постоянно пытались проникнуть внутрь этого дома, в котором он жил. Что за волки такие там охреневшие? Ну да. Ну, сказку про трех поросец слышал? Примерно тот же волк. Не, ну, вообще, да, они же как бы... Волков же вообще пофиг. Да, ну, а тем более у него из хижины пахнет постоянно какой-нибудь едой, которую он там готовит как-то, не знаю... Со специями, так сказать. Со специями, да. Пельмени с лаврушкой. Вот, и постоянно пытаются, типа, проникнуть. А чтобы вы понимали, все это время ночь. То есть это полярная ночь, там света вообще нету. Вот. И он постоянно просыпался от любого шороха, потому что боялся, что зайдут волки. Ну, как они зайдут-то? Дверь не закрывалась, что ли, там? Ну, они подкапывали, наверное, все время. Ну, там по-всякому, да. Ну, то есть у него просто... Дули. А у него хижина была из соломы. Так. Вот. И в итоге, короче, под конец вот этой вахты условной, его прям пошатнулось серьезное психическое здоровье. Он уже начал разговаривать с кухонной утварью, там, с ложками, с вилками, с чашками всякими. Влад хоть был с кем. А где он еды-то столько в итоге брал, если ему по расписанию раз в две недели должно было приходить? Раз в месяц должны были приходить, шесть этих. Он просто очень сильно поделил свой рацион. Марсианин смотрел? Да. Вот то же самое. Красавицу чудовища смотрел? Вот она там тоже с лаврой. Вот. Но в итоге вахта его закончилась, чему он был безумно рад. Вот. Он возвращается в Данию обратно, но понимает, что все, он попал в такую зависимость, так скажем, от Крайнего Севера. Он полюбил эту местность. Стокгольмский синдром какой-то. Он начал рисовать этих волков, смотреть на ночь, засыпать, думать про них. Завел себе волка дома. Как его забрали оттуда? Но это не тот волк. Ну, когда начался полярный день, за ним приехали. Волки просто немножко отошли. А до этого, типа, люди не додумались, кто отправляли обозы и что их грабили? Типа, ну, не додумывались там ружья какие-то взять с собой или типа, ой, нас опять волки обожрали. Это вопрос к ним. Ну, это куда писать мне? К логистике. Это начальникам вот этого Петра. Да. Капитана в этой экспедиции. Командира. Что за идиот там работает? Снять его к чертовой матери? В должности, да? Расстрелять в коридоре. Ну, я бы за тебя голосовал, кстати. Спасибо большое. Тебе есть какая-то правда. Жесткие репрессии, это в твоем стиле, да? Да. Не, он за правду. А что жесткого-то? Я просто за правду. Справедливо должно быть, понимаешь? Голосуйте за перестарой. Понимаешь, должно быть все по закону. Плохо, что его оставили там, да? Все. Ну, окей. Пошел я. Возвращается, значит, в Данию. Не находит себе места в большом городе. Хотя ему, вот повторюсь, там 20 с копейками лет. Перед ним в целом, ну, вся карьера, любые пути вообще перед ним. Секундочку. В 20 лет он там тусовался? В 20 лет это было. Да, 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 он же сказал 20. А я прослушал. Вот, это было 20 лет ему, то есть он молодой совсем парень. Ему, к нему, вернее, как к полярному эксперту уже на тот момент обращается крупнейшая... Ложка страны. Просто я его мечтал. Все, извини, пожалуйста. Ладно. К нему обращается крупнейшая датская газета, политикин. И там тоже прикольный... Да, хорошо, сейчас мы подождем. Я все просто в голове продолжаю разгонять это и представляю то, что там со сковорода. Все. Давай, что ты молчишь-то, рассказывай, что там дальше. Обращается к нему, значит, редактор вот этой газеты. Давай, уберем слово, обращается. Продолжай. Вот, там приехал какой-то тоже якобы полярный эксперт. Вот. Блюдце. Все, все, пацаны, не раздумаем, реально, потому что... Сейчас уйдем. К нему обращается блю... Это же можно будет вырезать, да? Минут 20 эфира. Это надо запикать просто. Блю... Обидно, да, когда ты готовишься серьезно, а начинают издеваться. Херню всякую нести. Это я виноват и признаю. Да, где там последний мой выход? Короче, вместе с ней... Отношения. Ладно. Все. Давай, реально, это уже не смешно. Да. К нему обращается редактор большой газеты, политики, но он отказывается. Он к тому моменту уже успевает познакомиться с Кнудом Расмуссеном, и они уже планируют первую совместную экспедицию, как бы свою. Не с кем-то поехать, а прям свою организовать. Вот, они хотели создать... А до этого, то есть, он там с кем-то ехал? Да, то есть, он присоединялся к чужой экспедиции. А тут они организовывают свою. Как так получилось, что его одного-то оставили? Ну, в смысле, ему на вахту поставили. На полгода? Метеорологическая станция. Он должен был замерять какие-то там показатели. А сколько он там, полгода был? Полгода был, да. И что-то вообще невнимательное сегодня. Во тьме. Абсолютно. С волками во тьме. Ну, это страшно, на самом деле. Вот мы хихенькие, да хахменькие. Да нет, реально это страшно. А вот попробуй вот так вот. Проведите мне интернет и дайте комп, и я справлюсь. В Северной Гренландии, думаю, тебе тяжело будет интернет провести. Ну, вот я говорю. Спутниковую в легкую. Спутниковую. 30 тысяч в месяц. Можно прямо сейчас тебе провести. Все окей. Как только сделай себе хижину в Северной Гренландии. Вот, они хотят создать там первую постоянную исследовательскую базу. Стоп, ну, перевалочный пункт для всех экспедиций. Такой магазин промтоваров, где они будут всякие ружья, там, ножи, веревки обменивать у местных людей на шкуры и прочие штуки. Вот. Ну, и плюс, как бы, к ним будут приходить вот эти экспедиции и затариваться у них, чтобы налегке ехать до них. А у местных жителей денег нет, да, вообще, в обороте? То есть, они только могут меняться? Да, там в основном обмен был. Там груди кормят взрослых парней. Какие деньги? Да, какие еще вопросы? Я вообще сейчас напомнил, как будто это не сегодня рассказывали. Ну, ладно. Вот. Кнут и Петр особо не выбирали место. Они остановились просто вот максимально на север, куда смог доплыть корабль в августе. Вот. И назвали это место Туле. Потому что на средневековых картах Ultima Tule означали границу изведанной земли. Вот. То есть, что было дальше на север, никто не знал. И они, типа, мы самые северные точка, йоу. А Тула, это как-то связано? Нет, Туле. Связано. Я спрашиваю, почему. Впоследствии, кстати, Туле стала крупнейшим поселением в Северной Гренландии, самым густонаселенным городом этой широты. То есть, они прям сделали там... И уже потом появились пряники. Самовары. Самовары. За несколько лет вот эта самая промбаза становится центром цивилизации, а Петр и Кнут авторитетами у самих эскимосов. Они... Авторитет среди эскимосов. Ставары в законе. Коронованные. Слушай сюда внимательно, шоколадная моя. Чиську давай. Пейте молоко. Мать, доставай молоко. И в магазин ходить не надо. Датчане на равных участвуют в местных охотах и полностью проходят эскимосскую инициацию, которая требовала от них убить тюленя, моржа и белого медведя. Для чего? Это инициация. Типа, чтобы признать своим. Эскимосом стать, чтобы? Чтобы якобы стать... Ну и подростки, чтобы мужиками стать. Да? Тоже да. Вот этого я не знаю. Ну, типа, чтобы... Скорее всего, да. Скорее всего, да. По-моему, да. Ну, же жертвоприношение. Ну, вообще, инициация – это посвящение в мужчину, типа. Изначально. Они-то вообще даже не эскимосы. Их как раз-таки, чтобы пройти... Ну, в общество приняли. Я понял. Да. Петер был настолько популярен в здешнем обществе, что ему постоянно сватали разных красавиц. Насчет красавиц – это, конечно, тоже относительная штука. Не осуждаю, ладно, других людей. Окей, ладно. Но если что, вот, друзья, на суд вам эскимосская красавица. А помните, как он про кореянку говорил из «Игры кальмаров», что она некрасивая? Некрасивая, мне не нравится. Странно, да? Осуждаем. Не, реально... Сейчас появилась фотография, как бы... Да. И Эйдар считает, что вот она некрасивая. Да, хотя она модель признанная. Ну, а что теперь? Ладно. Ну, получается, у тебя вкуса вообще нет? Или просто ты... Другие. Моиску вкусы специфичные. А кто тебе нравится? Моиску. Ну, скажи, вот просто отвлечемся на секунду. Кто тебе нравится? Три девочки, кто тебе нравится? Три девочки, назови. Вообще любви. Они здесь сейчас появятся. Вообще, Лена. Кто? Лена. Нет, чтобы мы знали, как это выглядит. Потому что ты себя там нафантазировал с 10-м размером. Да, конечно. Давай. Меган Фокс, Скарлетт Йоханссон и Марго Робби. Все. Ты просто не знаешь, на самом деле, назвал то, что слышал. Да. Ты не знаешь, каким у них характер. Абсолютно не знаю. На самом деле, Крис Эванс. Крис Хемсфорд. Крис Хемсфорд. Крис Хемсфорд и Роберт Робби Младший. Все Крисы. В общем, ему постоянно сватают эскимосок, и на одной из них он все-таки женится. Она родила ему сына, которого назвали Мекусак Аватак Игимаксусукторангуапалук. Вот здесь появилась, чтобы вы понимали, как это. А как сокращенно будет? Я не знаю, мне кажется, это был самый голодный в мире ребенок, потому что его не звали кушать. Домой тоже. Курочка Тупак. Тупак. Туапалук. И дочь. Пипалук, Жет, Туку, Мингуа, Косолук, Палика, Хагер. Все. Скачает. Слава. В целом бит подставляешь и все, да. Он безумно любит эту жену, своих детей. Называет их по-своему, наверное, как-нибудь. Вот. И он даже свозил свою жену в Копенгаген. Это, ну, как бы стала роковой ошибкой, потому что в те годы испанка бродила. Как раз по Европе она, да, она подхватила вирус, а ты умерла. А, у них же иммунитет еще слабенький, да, русский мусс? Да, конечно, они там, ну, это северные, как сказать, северные земли. Там нет вообще вирусов, потому что там холодно слишком для этих. Извиняюсь, а можно у нас тоже как будто северные земли? Можно окошко приоткрыть? Да, окошко можно приоткрыть. Добей нас, приоткрой. Вот. Как раз в это же время начинается Первая мировая война, плюс-минус. И она перекрывает поставки товаров на север. То есть вот этот их магазинчик промтоваров несет убытки. Однако после окончания этой войны мех, который Петер и Кнут успели накопить, многогратно возрос в цене, а исследования были по достоинству оценены датским географическим обществом. То есть они добиваются своего денег и славы. То есть они продают все эти меха, у них есть куча денег. И общество... И плюс еще научные открытия. Да, и научные открытия в целом их признают очень сильно. В новую канадскую полярную экспедицию Фрейхен и Расмусен отправились уже в статусе знаменитых исследователей и с основательным бюджетом. Вот как раз-таки насчет вот этих... Они еще молодые. Они еще при этом все молодые, да. Вот, я про амбиции сегодня целый день говорил. Следующая глава. Дерьмовый план. А какая первая была? Как первая называлась? Первая называлась... Волки и ложки? Король Севера. Волки и ложки. Ладно. Отправляются они в канадскую экспедицию. Она достаточно долгая. Они там в течение, по-моему, года изучают вот эти местность, записывают все это на карты, изучают этнику и прочее, прочее, прочее. И вот уже им надо возвращаться обратно на базу и передавать, собственно, все свои данные научному сообществу. И во время одного из вот таких переходов обратно путников застала страшная снежная буря. Есть, наконец что-то интересное. Фрейхен на своей собачьей упряжке отбился от основной группы. Сейчас в целом пойдет кино. А знаете, сейчас, пока не пошло кино, я представляю, какое кино. Они в снегах. Вот эта буря, и она выглядит как ураган какой-то. Да. В этом урагане, в этот ураган попадают волки. И эта буря, которая холодная, которая сильно тебя кружит, еще и кусает. Вот такая. Такое кино? Пускай будет такое. Есть же фильм «Шарк надо». Да, только с волками. Только с волками. Буф надо. Е-бой. Вторая часть. Бесплатно дарю идею. Отбивается там основная группа, и когда понял, что, ну все, он окончательно заблудился, он решает, что надо переждать бурю, и потом уже там по компасу сориентироваться и догнать своих ребят. В итоге он сворачивается калачиком и накрывается своими санями, вот этими нартами, и засыпает. Ну, типа, пройдет, выйду, пойдем. Но в итоге метель продолжалась несколько часов подряд, и в конце концов на месте саней, под которыми спрятался Фрейхен, образовался огромный снежный сугроб. Более того, от того, что он спал, от его дыхания, его борода примерзла к корке льда, вот этой, на которой он спал, лежал. И тут начинается фильм «127 часов». Я бы сказал «Пила», потому что все металлические предметы, типа ножей, стамесок и прочего, остались снаружи. И он-то понимает, что вот просто вот поднять саня он не может. Больно. Темно, он отрывает бороду со скрипом и с криками, наверняка. С кожей, 100%. Ну, не знаю. Кстати, секунду отвлечения. У меня вчера в ванной от... короче, крючок был приклеен на суперклей, только вот есть суперклей, а есть клей еще на кай, как это называется, он еще в 10 раз сильнее суперклея. Оксидный? Нет. Супер-пупер-ультраклей. Какой-то, да, омега-клей. Клей с большой буквы просто. И я такой думаю, ну, посажу еще раз на него, просто, ну, намажу побольше. Вот. Я, короче, капаю, он такой жидкий, его прям капаешь так на этот крючок. Вот. Естественно, он попадает мне на пальцы. И я такой думаю, ну, суперклей же просто берешься так, скатываешь, и он скатывается. Я клею, и у меня вот так рука в этом, ну, на пальцах, короче, клей. Я вот так вот делаю. И превращаешься в итальянца. Вот так делаю, и все, секунда, и у меня просто полностью скрепились пальцы. Вот так. Я так ходил вчера, ну, часов 8. Реально. Потом поел пиццу и успокоился. Очень больно. Я посмотрел все ролики на ютубе, как отклеить от себя клей. Я лил лимонный сок. Я мазал маслом. Соль. Соль. Водка. Что еще? Ну, это я выпил. Не помогло. В общем, он уже как-то пофиг. Помогло. Я попил сок. Я попил масло. Ничего не помогает. Этот самый, перекись водорода. Ничего не берет. Прочитал ацетон. Я такой, ну. Ну, ацетон сто процентов должен взять. Ну, да, но у меня нет ацетона дома. А. Все. А у тебя рядом с подсолнечным маслом нет ацетона? Нету. Обычно рядом стоят. Да, сюда. На кухне. Ой. Ладно. А вот как открыл-то? А в этот распарил в воде. Отрубил палец просто. Да, это другие уже. Распарил в воде. Короче, в кипяток. Скипятил руку и все отошел. Ну, нет. В ванной набрал воды и вот так. А при этом тут борода. А нет, борода это страх вообще. И пальцы-то больно, а борода это вообще жопа. Через тебя от лица отрывают просто ужас. Это очень больно. Да, это больно. В общем, он перебирает в голове варианты спасения. И, среди прочего, думает, типа, так, я сейчас заморожу свою руку. И ее буду использовать как лопату. Че? Спойлер. Он не использует этот вариант. Он понимает, что человеческие конечности, они слишком хрупкие становятся, когда замораживаются. Надо было проверить. Но в итоге, и здесь вот два варианта развития событий. Какой из них правдивый, неизвестно. Потому что оба он писал в своих книгах. И в свидетелях ни того, ни другого нет. Потому что он там один под этими нартами сидел. А как его книги называются? Может, кто-то почитать захочет? Бизнес-суга. О, слушай, я не выписал. Ну ладно, по автору найдете. Да. В общем, по одной из версий он решает заморозить, слепить из своих каках что-то вроде стамески. Я правильно услышал? Да. Да, я тоже. Из фекалий собственных. Сделать что-то типа стамески, дождаться, пока эта штука затвердеет, окаменеет, и ей уже пробить путь себе на свободу. Это первая версия. По второй, он берет уголок медвежьей шкуры, на которой лежит, облизывает его, и она тоже затвердевает, замерзает и становится таким острым резцом. И вот им уже пробивается и путь наружу. Мы же понимаем, да, что, скорее всего, запашок там был, конечно, хороший. Медвежью шкуру, скажем так, без ножа ты не отрежешь. Мы же это понимаем? Да. Да. Вот. В итоге он выбирается на свободу, пускай путем какашек будет. Ладно. Переваренный кал. Вот. Делает шаг и тут же падает. Вываливается? Нет, левая нога полностью отморожена. А то есть ногой у терминатора, так он встал же, так, и она сломалась. Нет, она не так, она просто понимает, что она отморожена. И здесь еще один прикольный момент, потому что он, будучи трезвенником, без всякой анестезии, делает себе ампутацию. Прямо там. И после этого он нагоняет своих товарищей. Нагоняет? Да. Нагоняет? Не, ну он там отрезал себе только стопу, вот, нашел своих чуваков, они дошли до, получается, вот этого городка, который уже в Туле. И там врачи уже диагностируют, что, не, чувак, у тебя гангрена дальше пошла, и полностью отрубают ему ногу, вставляют же деревянный протез. Я извиняюсь, а как вот это выглядело? Вот вы идете с кентами, да, по этой, где там, Северный полюс или где это? Гренландия. Ну, Северный полюс, по сути, да. Идете по Гренландии такие, все расстроились своего этого, кента потеряли. И он такой, чуваки, с этой стамеской в руке. Нормально! В другой кусок ноги. Нормально, я живой, мужики, нормально, все. Вот, несмотря на... Слушай, подожди, сейчас вот фильм «Выживший», просто детский мультик по сравнению с тем, что ты рассказываешь. Он вообще же, он был, чтобы вы понимали, он выглядел как, вот, представьте себе, викинга средневекового, под два метра ростом, с рыжей такой шевелюрой, огромной бородой, в какой-нибудь медвежьей шкуре, подпоясанный, там, я не знаю, кожей человека, которого он убил, я не знаю. То есть, он максимально огромный, брутальный чувак. Без бороды уже теперь. Жесткий. Ну, сейчас, ну, потом отрастил он ее. Вот, естественно, экспедицию он прервал. Ну, а зачем? Ну, что? А что случилось? Тяжело по снегу с острой ногой ходить. А, ну. Вот. И тут как раз-таки ему пригождаются прежние связи в той самой газетке, которая ему предлагала работу, политикен. Точнее, не в самой газете, а в семье владельца этой газеты, миллионера Ван Лаурицына. Дело в том, что вот дочка вот этого Ван Лаурицына, она была вообще фанаткой всех вот этих путешествий его, и даже посылала ему письма туда, на север. Жена умерла у него уже? Жена уже умерла. Ну, она же от испанки. Так. Помним, да? В итоге, в 1924 году Магдалена Ван Лаурицын, не раздумывая, согласилась стать женой своего героя. Вот. Фрейхен в качестве приданного получил собственный географический журнал. То есть он там мог редактором быть. Я думал, просто журналом. Нет, нет, нет. Это твой. Редакцию. Редакцию. И личный остров неподалеку от Копенгагена, где пара принимала гостей, которым Петр рассказывал истории про белых медведей и про прочую северную экзотику. Как стамески из какашек лепил и прочее. Вот. Это привело к тому, что он быстро становится известным и становится экспертом, как правильно сказать-то, консультантом. Вот. Не только причем в Европе, но и за океаном, в том числе в Голливуде. То есть по его заметкам... Он же еще актер. Я тебе больше скажу. Он снял... По его сценарию в 1933 году был снят фильм «Эскимос. Великолепный Мало», который получил Оскар. И он в нем сыграл злодея. Нифига. Это круто. Захотелось даже посмотреть. Там второстепенный Оскар. Типа не лучший фильм, а там... Лучшие прически. Типа, нет, там за монтаж вроде, если не ошибаюсь. Вот. Тем не менее, он так или иначе продолжает какие-то путешествия совершать. Он, конечно, ну, Гренландия, это прям вот его мечта, любовь, и он прям обожает этот остров. А ногу прямо под корень, да? Если не ошибаюсь, там вот до сустава, до колена. А, до колена. Да. Пользуясь случаем, он, когда американцы решили снять документальный фильм о природах Аляски, он отправляется с ними как консультант. Также он побывал на Гудзоне, позже объездил крайние северные территории Швеции и Норвегии. В 35-м году решил сменить холод на юг и, значит, отправился в Южную Африку. Также исколесил всю Южную и Северную Америку и принимал участие в двух советских экспедициях. Он, кстати, очень хорошо со Шмидтом дружил, это тоже советский полярник. И там тоже побывал в Сибирском Заполярье. То есть он объездил вообще весь свет. В основном север, да? В основном север, но вот Южную Африку, Южную Америку тоже. Но тут Европа оказывается на пороге Второй мировой войны. И Петер с самого начала занимает активную антифашистскую позицию. Почти сразу присоединяется к движению сопротивления, занимается укрывательством беженцев, разведкой, с саботажем. И в целом очень видной фигурой он в Дании был. Я напомню, Дания, короче, она приняла бескровную капитуляцию. И Гитлер, он считал датчан, поскольку они типа потомки викингов, он тоже считал их как бы арийцами. Близкими. Близкими, да, корейцам. И он там очень такой мягкий режим вводит. И да, датские власти этим, они так очень опасно играют. А тут Фрейхен говорит, при любом вообще удобном случае, когда кто-то там в компании начинает, что там, да вот, там типа Третий Рейх, да в целом неплохо, да хорошая политика. Он тут же вставал во весь свой двухметровый рост огромный, подходил и прямо в глаза такой, так, ну я еврей, и что ты мне сделаешь? Естественно, такому гиганту мало кто что мог сказать. А он еврей? У него были по матери, по-моему, какая-то там вот. Получается, еврей. Получается, максимально еврей. Могичанин он вообще, но еврейские корни у него тоже есть, да. Вот, причем под конец войны его популярность настолько была высока, что Гитлер выписал персональный ордер на его арест, и Фрейхену пришлось бежать из здания. Вот. Вот, нацисты поймали его во Франции и уже готовились вот привести смертный приговор в исполнение, упекли его в контракционный, ну вот этот лагерь, короче. Но там ему вот благодаря друзьям удалось сбежать, он с этой деревянной ногой перемахивает, ну вот по рассказам, перемахивает просто с легкостью через такой же двухметровый забор с колючей проволокой. С деревянной? С деревянной? Не с алюминиевой. Нет, я можно пока дальше не ушел? Хочу сказать, насколько амбициозный человек. А максимально? То есть даже, сейчас, у нас сегодня все вокруг. Даже во время Второй мировой войны, да, человек, который занимался одним, он даже здесь организовал что-то крупное, массовое. Да. Стал лидером этого движения, то есть, ну вот. Но он не лидером был, но он был такой заметной фигурой, влиятельной, по крайней мере. Я сейчас радуюсь, что мы нет-нет, да иногда в наших подкастах говорим вот о людях, которых бы лучше бы знали многие. Ну, то есть, вот, а, к сожалению, по каким-то причинам они просто, ну, не хайповые. Я удивлен, почему? Про него же кино уже сейчас можно снимать. Ну, в смысле, здесь уже... Уже на основе вот этого. Да, уже просто на основе вот этого рассказа уже можно спокойно снимать кино. Может быть, Выживший как-то плюс-минус, не знаю. С деревянной ногой, он еще все это время ходит. Сделал себе ампутацию сам. Сам. Ну, да. Без анестезии. Ну, вообще, на самом деле... Нет, там он выбрался, у него были уже инструменты. Не, ну, наверное, если у него нога там прям совсем заморозилась и в ледышку превратилась, наверное, там ничего не чувствуешь уже. Скорее всего. Ну, там она типа почернела аж, говорят. Ну, да, ну, типа психологически все равно. Психологически как бы, ну, отрезать самому себе ногу, это мне кажется. Да, это жестко. Хоть ты ее даже не чувствуешь. Однозначно. Вот, бежит он, в общем, из этого лагеря в Швецию. И там вместе уже с, как сказать, новостями о том, что война окончилась, что все хорошо, он также получает известие о том, что его жена, вот это фан Лауритцен, она не выдерживает всех вот этих политических интриг и прочего. Она, короче, подает на развод. Но наш викинг не расстраивается. У него в этот момент уже плюс-минус начинает крутить роман с другой девушкой. Это художница Дагмар Гейл, которая работала иллюстратором в модных журналах ВОК и Хасперс Базар и была на 20 лет моложе своего кавалера. Базар – это русский журнал? Хасперс Базар. В 90-х была. Ну, может быть. Журнал Базар. Вот, но тоже 20 лет у них разница. Ей что-то, по-моему, в районе 40, я смотрел, ему уже там в районе 60 или там 50-70. Не, по-моему, 40-60. Вот. Вместе с ней они эмигрируют в Америку. Вот и только сейчас мы дошли до этого. Это мой текст. Дальше. Где у него как раз сохранились еще голливудские контакты плюс контакты со всякими банкирами и прочими-прочими ребятами. Именно жена, вот эта самая, она оформила Фрейхину пропуск в мир американской богемы. То есть он там вообще в светской тусовке постоянно. Такой рыжий гигант датчанин тусовался вместе там с манекенщицами, с модельерами модными. Плюс у него нога вот эта деревянная. Это выглядело максимально странно. Что, он в шортах гулял что-то? В юбке? Ну, тем не менее. Типа, прикинь, там, как правило, это 50-е годы. Это там миниатюрные еще достаточно были женщины, как сказать, в виде манекенщиц. Был модно так брать. И он там типа под 2 метра ростом вот типа на 3 головы выше всех остальных ходит во всей этой тусовке. Тиркоров такой, да? Да. Естественно, снимается в кино, пишет книги, везде там налево-направо раздает интервью, расскажет. У него столько времени, да? Я вообще не понимаю, где столько времени взять. И он, кстати, все еще периодически ходит в разные экспедиции. Сейчас? Нет, ну тогда. Слушай, ему 250 лет. Вот, и последним аккордом его безумной биографии стала карьера телезвезды. Он стал телезвездой. Я сейчас скажу, что он в Альфе каком-нибудь снимался. Я вообще охренею. Нет, это был маленький период, эпизод. В общем, за год до смерти Фрейхен оказался финалистом популярного ТВ-шоу «Вопрос на 64 тысячи долларов». Как-то странно, да, звучит? Да, да. Ну, там был прикол такой, что типа там увеличилось в 2 раза, и вот 64 это же степень вейки. Ну нет, это дофига просто звучит как-то. Да. Он выбрал категорию «Океаны» и размотал шоу за 5 минут 7 секунд. Это был рекорд, он прославился на всю Америку. Я как понимаю, это как кто хочет стать миллионером? Условно, да. Там условно 10 вопросов, и начинаешь с 2000, там 2, 4, 8, 16, 32. Ну типа, что-то типа того, да. И вот он за 5 минут разматывает это шоу, и вообще на всю Америку гремит, естественно, и всю популярность возрастает, и все. До бесконечности. Офигеть. Умер он в 71 год от сердечного приступа во время экспедиции на Аляску. Не, ну там не совсем была экспедиция, он еще только снаряжался, он в аэропорту, по-моему, грузил вот эти всякие... Припасы? Да, припасы, снаряжение, и вот там его как раз... Сердечко шалило, наверное, да, уже к этому времени? Ну, 71 год, братан. Так у всех, наверное, шалит. Да. Вот, прах белого медведя, его так окрестили уже к тому моменту, был развеян в Гренландии над горой, которая возвышается рядом с тем самым поселением Тули, которое он и организовал. Он национальный герой? Нет. Как он, вот у себя нет? В Гренландии? Нет, он же датчанин. Он датчанин, да. Да, в Дании его как... В Дании он был безумно популярен. А сейчас вот он как бы его... Ну, насчет сейчас не знаю, честно говоря. Держат в списках известнейших людей Дании, например? Скорее всего, он известен как условный партизан. Вот я так придумаю. Помимо того, что полярники и экспедиторы... Партизан и режиссером же он выступал? Или сценаристом? Сценарист. Сценарист и консультант. Он, вот там фильм я упоминал, он был еще и переводчиком всех диалогов, потому что все эскимосские штуки, они были в оригинале, и он там все вот субтитры сам подписывал, сам прописывал все диалоги. Сам устанавливал контакты со всеми чуваками, которые надо, чтобы снимались. Крутой мужик. Очень крутой. С шилом в жопе по-хорошему. Со стамеской. Ну, я только хотел сказать. Тоже таким хочу быть. Вот такой чувак. Мощный. Иди в экспедицию. Сходи один разочек. Нет. В Гренландию. Ну, хотя бы в горы. Давай так, с этого выпуска мы начинаем идти в музыкальную экспедицию. Ну, такой, отрежем тебе гриф. Нет, ничего интересного не надо, ребята. Я просто... Ну, это очень круто. Ну, я всегда, когда историю таких людей слушаю... То есть вот мы же всегда жалуемся на то, что нет времени, да, на что-то. Ну, то есть если у нас есть какое-то одно дело основное, на остальное у нас как будто уже нет времени. Как можно все успевать? И еще у него недостаток физический. Он там с деревянной ногой... Особенности, говорят сейчас. Как это вообще? Что у него за организм вообще? Как у него в голове вообще было? Я всегда удивлялся таким людям. Да. Есть такие люди, которым просто интересно жить. Да, типа просто классно тебе все. Все интересно. Всегда ребенок. И никаких, да, и никаких преград, даже, блин, отсутствие ноги. Охренеть. Это только подбодрило. Не знаю. Но его не остановило вообще. Его не останавливалось ни перед чем, чувак. Просто на эту экспедицию. Погнали. Спасибо, Айдар, что ты нам сегодня открыл такого человека. Всегда классно узнавать. Не только вам, вот еще и... Кого-то нового. Ну, да. Всем зрителям нашим. Вначале мы недооценили персонажа, о котором ты говоришь. Да, вы что-то застрели на блюдцах, внимание, зачем? Хорошо. Ну, я извинился за это, так что. А я не буду. Я смеялся искренне. Все? Тогда прощаемся. Да. С вас лайки, комментарии, подписка, ребята. И не забывайте писать, какого персонажа или события, может быть, исторического вы хотите, чтобы мы обсудили здесь вместе с вами. Это был Алексей Стрельцов, Рустам Хакимов, Данил Пересторонний. Меня зовут Айдар Нагуманов. Пока. Соскал, пишите в комментарии. Да. Знаете, что? Во что одет Леша Стрельцов? Давайте под этим выпуском оставим почтовый адрес Рустама. И пусть пишут. И прям письма. Да, письма, письма, да. Да. И надо, раз уж у нас сцена последняя. Ну, давай духарить еще будут их. А? Чтобы письмо духарили. Да, обязательно. Если уж пишите письмо, подушите. Но вдруг кто-то напишет. Там в директ просто напишут Шанель номер пять. Вот, нюхай. Тебе вообще ничего не напишут. Короче, одно письмо на моем почтовом ящике, да? И мы открываем передачу, читаем письма от телезрителей. И надо анонс, наверное, раз уж у нас сцена последняя. Я бы сам эту передачу не смотрел. Она абсолютно никому не нужна. А я бы один ее вел еще. Я бы сам читал. Ладно.